Игушетия не воевала, осталась Россией и стала самым благополучным регионом России насчет свободы и вероисповедания. Что думаешь насчет этого? Делайте выводы из таких вещей, но, в Аллахе, это позорные вещи, такие вещи говорить нельзя. Томсу, а Деримханов чем занимался во время войны? Предавал. Занимался предательством. Томсу, а почему тут Ямадаев перешел на сторону России? И помнится мне, в 2008-м, когда была Российско-Грузинская война, и да, был отправлен Ямадаев с этим батальоном в Восток. Раба Аллаха. Я русский мусульманин, ревнив к религии, и я раздражен, когда чеченские женщины одевают обтягивающие хиджабы и полуплатки, танцы, которые устраивают мужчины, поэтому давайте убирать приставки русские и чеченские. Если ты уберешь эту приставку русские и чеченские, то решишь эту проблему с обтягивающими хиджабами. Вопрос, это неправильно даже называть обтягивающие хиджабы, потому что хиджаб, сам смысл слова хиджаб, это покрывало, это покрытие. То, что они на себя надевают, это не хиджаб. И вот решить проблему вот этих обтягивающих платьев ты не можешь, не убрав оттуда заказчиков этой моды, ценителей этого. А это власть, это ведь Кадыров и его окружение, это они любят, чтобы так наряжались эти женщины. Пока ты не изменишь эту ситуацию, ты никак не сможешь поменять это к лучшему. Томсо, не может страна даже приблизиться к уровню жизни европейской страны, если вместо закона, основанного на нормах европейского права, будет шариат, где даже музыка запрещена. Ты считаешь, что музыка играет какую-то роль в уровне жизни страны? Какую роль она играет? Что, на концертах они поднимаются? Или что? В чем дело? Слушаю с запозданием. Томсо, понимаешь, экономика в странах Запада предполагает личную свободу человека, незыблемость, его прав и свобод, и музыка – значительную часть культуры практически любого народа. Экономика в странах Запада не предполагает личную свободу. Экономика – это вещь вообще никак не связанная с личной свободой. Но я не совсем понимаю, какая связь, опять-таки, между экономикой и музыкой. Ну, с одной стороны, ты можешь сказать, ну вот концерт, я не знаю, дают, и от этого налоги платят, и вот экономика. Ну да, если так на это смотреть, то да. Но тогда мы с тобой давай продажа оружия тоже даст приток денег в экономику. Но в странах Запада не разрешают продавать оружие. Где-то запрещены наркотики тяжелые, они тоже дали бы приток. Мы можем так, знаешь, рассуждать на любые темы. Так что, я думаю, это не актуально, короче, говорить об этом. Есть ислам, и есть его фундаментальные запреты на какие-то моменты. И там не обсуждается вообще, может это дать приток финансов, не может. Это запрещено, и все. Вопрос закрыт. Мы как бы, мы мусульмане, у нас, ну, такова наша религия, таковы наши правила. Мы же никому ничего не навязываем. Мы говорим чисто о себе и о своем внутреннем укладе. Никто не должен к нам приходить с какими-то своими, с навязыванием своих каких-то идей. Мы хотим на своей земле жить так, как мы хотим, так, как нам предписано жить. Будьте добры, просто смириться с этим, считаться с этим. Так же, как мы смирились с тем, что вы на своих землях, в своих странах живете так, как вам хочется. Понимаете там, какие хотите законы. Мы не противимся этому. Не противьтесь и вы. Жили на своей земле, ведь воруют друг друга. Ау, Томсон, ну так, это же наши проблемы. Воруем мы там друг друга, убиваем мы друг друга, что бы мы ни делали, но это наше дело. Оставьте нас в покое. Если мы будем там воровать друг друга, ну, скажете, да, пусть бесятся там, оставьте. Что же вы к нам лезете? Вот это не пойму. Вы у себя в стране друг друга насилуете швабрами, и не только швабрами. Сажаете в тюрьмы и насилуете там. И, ну, это ваша проблема, которую вы должны решать в своей стране. К вам же никто не лезет. Не лезьте и вы к нам. Мы-то, по крайней мере, швабрами никого, ну, до прихода вашего, вашей оккупации нашей земли у нас не было. На бутылке у нас вот сейчас начали сажать, когда вы к нам пришли. До этого у нас подобного никогда не было. Поэтому займитесь своими проблемами, а мы займемся своими. Ты так говоришь, будто это мы придумали. Русский народ так же угнетает, как и все. Ну, так это вопрос российский. Это россияне должны его решать. Решайте. Точно так же то, что у нас, если мы воровали у нас людей, как вы говорите, это наш вопрос. Не россияне должны решать наши вопросы. Оставьте в покое. Чеченцы сами разберутся. Просто выведите войска. Оставьте нас в покое. Это наше свободное, суверенное государство. И вот внутри своего государства проблемы, которые у нас будут, если мы будем воровать людей, будем убивать, что бы мы ни делали, мы сами будем это решать. Не вы должны приходить к нам, оккупировать и что-то у нас решать. Вот сейчас, как пример, я говорю, вы швабрами и не только швабрами насилуете зэков. К вам же не приходят войска НАТО и не решают у вас эту проблему. Вы ее сами решаете. Будьте добры. Оставьте нас в покое. Мы также сами порешаем. Накажем всех, кто будет воровать, кто будет убивать, кто будет неправильно себя вести. Всех накажем, посадим, угомоним и будем развиваться. Миншала. Игушетия не воевала, осталась Россия и стала самым благополучным регионом России насчет свободы и вероисповедания. Что думаешь насчет этого? Вряд ли можно гордиться подобным. Но и по поводу свободы и вероисповедания в Ингушетии, конечно, с этим дела обстоят получше, чем в Чечне. Но можно ли сказать, что там нет притеснения? Неужели те братья, которых там убивают и убивали, похищали в этих застенках МВД или ФСБ, пытали и пытают, и от пыток там люди умирают. Неужели ты считаешь, что это хорошо, что это можно считать каким-то плюсом? Или возьми, допустим, сегодняшних политзаключенных, вот этих митинговавших, лидеров этих протестов, которых сейчас осудили на очень серьезные сроки. По-моему, семь с половиной, там минимум дали, и девять лет в основном, да. Но это ведь россияне, сторонники России, они там такие вещи говорили, что мы никогда Россию не предавали, всегда там чуть ли с мусульманами даже воевали. Мы вместе с Россией, гордились они тем, что они воевали с Россией. И как с ними поступили? Хоть я и крайне негативно к этим людям отношусь, но то, что сделали в отношении них, является несправедливостью. Они ведь не заслуживали таких сроков, каких-то серьезных преступлений они не совершили. Эти протесты, да, как бы неприятные они нам не были, но преступлением они не являлись. Никаких нападений там на сотрудников они не совершали это, понятное дело. И тем более не призывали это совершать. Поэтому, ну, задумайся об этом. Когда в каких-то моментах там что-то получше, наверное, чем в Чечне в вопросах свободы вероисповедания. Но какие-то вопросы в Чечне лучше. В Чечне нет, допустим, в продаже, в открытой продаже в основном алкоголь, кроме как там на определенных точках. Вот, можем ли мы сказать, вот это хорошо, значит, надо быть с Россией. Это ведь сегодня российская, российский наместник там это сделал. Можем ли мы так рассуждать? Конечно, нет. В том, что дай ссылку, где ингуши говорили, что воевали против мусульман. На этом митинге выступавшие эти лидеры говорили. Мы с Османской империей, с турками воевали в рядах российской армии. Были там такие высказывания. Позорные. Это вещи, которые, даже если они были как бы в истории, это позорные моменты, которые упоминать нельзя. Наоборот, нужно пытаться уйти от этого, забыть это. Они сами об этом говорили. Но, несмотря на это, по 9 лет осудили. Не оценила Россиюшка, матушка этих стараний. Не оценила. Вот сейчас возникает вопрос, да? Ведь многие будут оправдывать, говоря, что они это говорили не потому, что так думают, а просто хотели заручиться поддержкой России, чтобы типа Россия не восприняла эти акции как антироссийские, поэтому они, мол, там так говорили. И вот сейчас спросите себя и этих людей, спросите, помогли ли им эти прогибы под Россию, вылизывание России, помогло ли им это как-то? В их приговоре, в этом судебном процессе. Было ли там такое, что вам светит так 15 лет, но из-за того, что вот вы здесь вот хорошенько подлизнули, половину вам сквозь им 9. Было ли там такое? Делайте выводы из таких вещей. Но, в Аллахе, это позорные вещи, такие вещи говорить нельзя. Никогда, ни с какими общей целями подобные говорить нельзя, если ты не находишься под принуждением, ты не можешь говорить такие вещи. Да убасит нас Всевышний. Томсу Аделимханов, чем занимался во время войны? Предавал. Занимался предательством. Предал Градуева и получил для себя пост в российском государстве. Ну, неплохую сделку для себя он, конечно, сделал в этом мире, преуспел. Но будущее у него, конечно, не завидное, и он это знает. Почему тут Ямадаев перешел на сторону России? Помнится мне, в 2008-м, когда была Российско-Грузинская война, и, да, был отправлен Ямадаев с этим батальоном в Восток, он тогда давал интервью и сказал, у них, типа говоря про грузинских военных, он сказал, у них с техникой, типа, с обеспечением у них все в порядке, говорит, но душка у них нет, вот так он сказал, душка у них нет. Так вот, я отвечу тебе его же словами. Он перешел на сторону России, потому что душка у него не хватило сразиться с врагом. Поэтому перешел на сторону России. Томсу Абрадуев, что Кадыров кандидат в наук и мастер спорта по боксу и борьбе. По борьбе нет, остальное правда. Да, он академик, он мастер спорта по боксу. Вы не видели, он давал, как бы, наставление. Ну, короче, как тренер, он объяснял этому Майорбеку Тайсумову, как нужно, значит, какой тактике нужно придерживаться в бою. Говорю, видишь, говорит, он правша, поэтому ты, говорит, должен уходить вправо. Говорит, вправо надо уходить. А если ты уходишь влево, ты прям под удар правой попадаешь. Правильно же, вроде, советовал? Я думаю, он мастер. Немецкий солдат, германский рейх. Мир тебе, брат мой. Ходят слухи о том, что на международном аукционе признали бесценным автомат героя России Кафырова с автоматическим подствольником, который он разгонял, которым он разгонял и не давал дышать боевикам. Бармалей, по-моему, называется вот этот барабан с подствольников. Ну, это такое отдельное оружие. По-моему, 6 или 8, или 6 подствольников. В общем, такой внушительный такой агрегат. Видимо, Катыров как-то умудрился этот Бармалей приспособить моему автомату. И то он. Это такая полуавтоматическая как бы вещь. У Катырова она стала автоматической. В том, что со мной сидел Джабраил, его Рамзан посадил Джабраил. И два парня сожгли траву на какой-то могиле. 7 лет ему дали. 2 года ему осталось еще. А, это те ребята, которые подожгли этот зеерат. Субтитры создавал DimaTorzok